Здесь убрали все оборудование всю аппаратуру ралейной защиты установили блок питания нового типа SM16 установили переходную коробку кип убрали все старые клеммники оставили только автомат цепи управления бывшие оперативные цепи здесь у нас шинки сигнализации шинки управления 100 вольт которые шлифуются по соседним ячейкам здесь часть проводов оставил потому что цепи сигнализации часть проводов будет использована здесь на двери установил микропроцессорный терминал ТОР-200 от Брестлер вот он так встал здесь осталось окно для амперметра снаружи установлен счетчик коробка интерфейсов сигнальная лампа желтая блинкер не поднят и сам непосредственно блок ТОР-200 а вообще взяли вот такую подобную ячейку тоже вот резервная ячейка старой защитой так она выглядела то есть сняли вот с той ячейки всю аппаратуру присосим всю весь отсек релейный и приступаем к установке новых клеммников и монтажу проводов то есть монтажу вторичных цепей здесь у нас остались цепи трансформаторов тока их тут два фазе А и С проверил у них изоляцию изоляция более 300 мегаом поэтому их менять не будем поставим существующие В Frosted ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот опрессовал 28 концов. Сейчас буду их вставлять в разъем Хартинг. Так, опрессовку производил с помощью специального инструмента от Хартинг. Так, ну, в общем, клеммник установил. Так, здесь вот концевой стопор. Далее 50 клемм цепи управления. Дальше заглушка. Снова концевой стопор. Далее с 51 по 80 цепи сигнализации. Опять заглушка стопор. И клеммы 15 клемм токовых цепей. Дальше опять стопор. Все эти клеммы устанавливаются на один рейку, которая крепится непосредственно в ячейке. Установил разъем Хартинг. Крепится он на 4 крепежных винта. И сейчас буду приступать к расключению проводов на этот клеммник. Также установил две сигнальные лампы положения выключателя. Красное положение включено, зеленое положение отключено. Установил амперметр с коэффициентом 800 на 5. Здесь уже подключены интерфейсные цепи. Так, теперь нужно закрыть вот эти дыры от указательных реле. Вот таких пластиковых заглушек у нас сейчас нет. Поэтому изготавливаем самостоятельно из оцинковки и красим под цвет ячейки. Получится примерно вот так будет. Ну вот, расключил разъем на клеммник. Так вот это все получилось. Пока еще не увязал. Электромагниты. Это КСА нормально открытый, нормально закрытый для ламп. Это резервные жилы. Здесь двоечка у нас, минус. И это для цепи сигнализации. Тоже контакт КСА. Естественно, что гибкий провод я опрессовывал наконечниками меньшевые. В данном случае не меньшевые, а вага. С помощью КВТ-шных ключей. ПКВК-6. Ну а зачищал провода моими любимыми клипексами 1240-200. Еще дополнительно, сегодня успел подключить блок управления. Первые два клемма это питание. Третья и четвертая это сигнал неисправности. 12, 13, 14, 15 это включение и отключение команды. И клеммник X3 это электромагниты выключателя. В общем, вот так пока получается. В общем, продолжаем. Блок управления у меня уже был подключен вчера. Сегодня я начал расключать микропроцессорный терминал. Вот, завел на него питание. Выходные контакты. Увязал немножко шлейф с разъема. Также установил вот такие вот перемычки на клеммы. В цепях управления и в цепях сигнализации. Очень удобные, кстати, клеммы. Обрезается необходимое количество контактов. И, например, вот вставляется. Тем самым шунтируется необходимое количество клемм. Полностью расключил терминал ТОР-200. Здесь уже установил ключ управления. Включить, отключить. Отключил его. Включено четыре шайбы. Две шайбы отключения, одна шайба включения. Вот на клеммник все его концы вывел. Этот жгут проводов идет с микропроцессорного блока. И расключается вот сюда на клеммник. Пока еще ничего не увязано. Осталось мне подключить токовые цепи на этот клеммник. Подключить счетчик электрической энергии с щитовым амперметром. И подать напряжение цепей управления и цепей сигнализации на вновь установленный клеммник. Подключил токовые цепи на терминал ТОР. Это фаза А, это 0, фаза С и земляная защита. Так, это зазумление. Цепи управления у меня уже все собраны. Амперметр в нуле. Также подключил счетчик сет 4ТМ-03М. Так, интерфейсные цепи. Резервное питание. Счетчик подключен через переходную коробку КИП. О ней у меня есть отдельная подробная статья. Как ее подключать. Можете перейти по ссылочке, ознакомиться. Токовые цепи отсюда выведены на терминал. А со счетчика приходят А, С0 и А630, Б600 и Т630. Цепи напряжения 100 В. Это уже уходит на шинку XT1. То есть в шлейф. Отсюда будут уходить на трансформатор токов. КИП. 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 Силовые разъёмы, здесь установлены с этой стороны ОПНы и с той стороны здесь отключены оключен разъём. Вот, с этой стороны. Вот он вот сюда входит. Здесь имеется блокировка. То есть выключатель уже, если заслонка открыта на вкат, на выкатывание или вкатывание, то выключатель в это время уже включить нельзя. Так, сохраняем. Готов? Ну давай земляную. Ну давай, поехали потихонечку. 1.5, 1.5. Тут 800 на 5, ну 120 сделай. Наведи 200, мне по амперметру посмотреть. Вот есть, 190 здесь, да. Давай другую. 195, да 200. Ну вот уже фидер находится в работе. Выключатель у нас включен. Здесь красная лампа горит, здесь. Здесь у нас нагрузка, 122 ампера. Вот так это все выглядит после монтажа. Это у нас токовые цепи, цепи управления и сигнализация здесь. Здесь коробка кип, переходная для учета электроэнергии. Ну а здесь сам клеймник. Ну а здесь сам клеймник. Это диодные развязки, цепи предубедительной и аварийной сигнализации. Ну это наш блок управления 16, SM16. Ну вот как-то так.